Друзья, это «Свободная пресса», с вами Сергей Шургунов. Сегодня у нас в гостях Юрий Сапрыкин, шеф-редактор, афиша «Раумблер Суп». Все правильно. Все правильно. Да, ну и, кроме всего прочего, известный журналист. Здравствуйте, здравствуйте. Юрий, следите ли вы за новостями гонки московской избирательной? И что вы думаете о последних сюжетах? Ну, как же за ним не следить? Довольно сложно оставаться от этого в стороне. Я уже не знаю, какие сюжеты у нас последние. Но они каждый день растают. Может быть, есть какие-то еще более последние. Не было Черногория, кажется, но, может быть, сегодняшний день нам подкинет что-то посвежее. Да, ну, смотрите, все, что делают по отношению друг к другу сейчас оба лидера предвыборной гонки, скажем так, это пока что выглядит, ну, как такая попытка держать друг друга в тонусе. Понятно, что ресурс и, ну, как бы, возможности одного из них значительно превышают возможности другого. И, ну, как бы, наверное, полном власти, какой-то неформальной власти и влияние Собянина достаточно для того, чтобы доставить Навальному большие неприятности, а вот наоборот вряд ли получится. Но при этом, как бы, и какие-то вот эти нападения на типографию, и где печатаются листовки Навального, и история с Черногорией, и с другой стороны, история с дочкиными квартирами, или вот это отсутствующим согласием президента, или странно написанным согласием президента, все это, очевидным образом, не приведет ни к каким административным выводам. И, ну, насколько вчера было сказано Собяниным, явным образом оба участника, оба главных участника этой гонки дойдут до финальной черты. Что касается Черногории, ну, история эта не самая приятная. Я думаю, для команды Навального и для симпатизирующих ему избирателей. Самое неприятное в ней, наверное, даже не сам факт наличия этой фирмы, потому что, ну, вот, честно говоря, никакого криминала я в этом не вижу. Ну, как бы, люди пять лет назад зарегистрировали компанию, ничего с ней не делали. То есть, проблема, скорее, в неудачных оправданиях. Проблема, скорее, в неудачных оправданиях. И вот это оставило такой неприятный осадок, когда приходится штабу менять показания несколько раз в сутки и как-то выкручиваться, изворачиваться. Ну, как бы, если смотреть на факты, никакой необходимости в этом, ну, как бы, и не было. Это не какое-то страшное преступление, которое нужно как-то скрывать, придумывать. Придумывать каких-то нашистских хакеров, которые специально запускают эту информацию на черногорский сайт и так далее, и так далее. Ну, можно было, наверное, дождаться какой-то определенности и потом уже спокойно, как бы, объяснить, в чем же дело. А у вас Монтенегров линчует. Да, Монтенегров линчует. Ну, вот у меня такой вопрос. А если смотреть на московскую гонку вообще, у вас есть впечатление, что избиратель как-то поменялся с годами? Нет ли здесь обмана зрения, да, такой ложной оптики, когда людям в рамках Твиттера, там, или группы, допустим, в 10 тысяч человек, кажется, что вот это и есть москвичи-избиратели? А реальный избиратель вообще мыслит другими категориями, ему все это фиолетово, все эти разоблачения, тренды интернета. Вы знаете, я недавно полез смотреть какие-то отчеты о выборах 99-го года, ну, последние мэрские выборы, относительно свободные, которые здесь происходили. Когда Кириенко там. Да. И понял, что, наверное, что-то изменилось, причем в лучшую сторону, потому что те выборы были, пожалуй, даже более фарсовыми, чем сейчас, и, ну, как бы, список кандидатов, состоящих из депутата Митрофанова, Павла Павловича Бородина, основателя общества память Дмитрия Васильева, ну, и Кириенко, он... И Лужкова, разумеется. Да, и Лужкова, разумеется. А еще каких-то там трех вообще непонятных людей, он выглядит, ну, пожалуй, еще более странно, чем вот набор из... В этот раз Паука и Пионова не допустили. Да, 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 Паука и Пионова не допустили. Вот, и если вспомнить сейчас, о чем там говорили, ну, вот, простые люди на улице, да, то, ну, уверенность в том, что альтернативы Лужкову нет и не может быть, она была значительно сильнее, чем сейчас. То есть, как бы, компания Кириенко при всей ее активности и креативности, газета «Неофициальная Москва» и одноименные фестивали, офис на Центральном Телеграфе, да, 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 все, что мы помним, она, ну, как бы, по-моему, серьезно не воспринималась даже участниками этого процесса. Но это была такая просто попытка как-то поразвлечься и придумать какие-то хорошие дела в рамках этой избирательной кампании. А сейчас, да, мы видим, если не гонку, как бы, нос в нос, во крайней мере, мы видим уже, ну, там, довольно серьезное количество людей, которые осознанно выступают за сменяемость власти, которые не считают, что вот текущий мэр Москвы — это какой-то, ну, как бы, богом данный император, который должен сидеть на этом месте бесконечно и без него ничего не выйдет, которые довольно трезво смотрят на то, что сделано этой мэрией, планируется сделать, планируется сделать это мэрией, видят в этом какие-то сильные и слабые стороны. И, ну, и отношение к Навальному, не говоря уж там о Левичеве или Дегтяреве, оно тоже довольно трезво и критично. Вот, мне кажется, что, ну, как бы, даже если оставить в стороне Twitter, то, ну, как-то все происходит, ну, на каком-то ином уровне политической сознательности. Я вот проходил на днях по Маяковке, и там у дверей сада «Аквариум» стояла вот эта Собянинская стойка, молодые люди раздавали листовки, и я прислушался к разговору, значит, о чем они разговаривают с девушками, которым они эти листовки пытаются отдать. Вот, и девушки, оказывается, их обвиняют в том, что, вот смотрите, у Навального ребята работают бесплатно, а вы явно тут за деньги получаете, и ни во что в это не верите. Они говорят, ну да, да, мы, конечно, мы за деньги работаем, да, и, в общем, особенно в это не верим. Хотя чего страшного в том, что работают за деньги? Ну, в общем, тоже ничего страшного в этом нет, да, но это такой довольно-довольно искренний и заинтересованный разговор людей, которые, ну, как бы вот с дистанцией относятся. В общем, не с такой дистанцией, что вот чума на оба ваши дома, все равно тут никогда ничего не поменяется, тлен, безысходность, пустота и так далее, и так далее. А с дистанцией, ну, вот как бы люди трезво все в большей степени понимают вообще, что происходит. Ну, вот если говорить об этой такой страстной заинтересованности многих молодых, вам не кажется, что это отчасти поколенческий феномен? Потому что действительно выросло значительное количество людей, которые привыкли в первую очередь существовать в рамках интернета и получать информацию оттуда, просто у них выключен телевизор. И поэтому, ну, вот такая вот городская среда. Насколько она значительна? Ну, вот вы говорите о том, что сегодня можно черпать гораздо глубже, чем в 99-м году, вот эти породы избирателя и людей заинтересованных в политике стало значительно в разы больше. Ну, это фиксирует, в том числе, кажется, социологические вопросы, хотя они все разнятся. Ну, вот по вашему ощущению, можно ли говорить о том, что возникло некое поколение? И можно ли говорить вообще о каком-то поколенческом конфликте в связи с местной историей и вообще вот с последними политическими событиями? Да, безусловно. Это не проговаривалось и впрямую, но очевидно, ну, просто видно невооруженными глазами, что, ну, как бы Навальный – это кандидат какого-то нового поколения, Собянин в гораздо большей степени кандидат, опирающийся на какую-то консервативную взрослую. Есть же еще Дегтярёв. На консервативную взрослую. Да, он достаточно молодой человек. Тоже достаточно молодой человек, как бы базу его поддержки пока определить невозможно ни возрастными, ни профессиональными, ни какими-то другими демографическими характеристиками. Это какая-то, какая-то флуктуация непонятная. Вот, а феномен даже не самого Навального, а вот команды Навального, да, ну, по-моему, команда Навального на этих выборах гораздо интереснее, чем поведение самого кандидата. Это действительно феномен политик, мобилизовавшего вот эту молодую энергию. И с точки зрения, ну, как бы энтузиазма, драйва, самоотдачи, не говоря уже о, как бы, цене этого процесса, да, это действительно люди, которые готовы работать бесплатно 24 часа в сутки на чистом энтузиазме. Да, это совершенно поразительная вещь. Не то, что в 99-м году я просто, ну, там, с перестроечных времен вообще ничего такого не помню. Ну, когда бы толпы молодых людей, не потому, что им подарили футболку или свозили в Москву, накормили в Макдональдсе, а просто вот потому, что они искренне в это верят, они готовы для этого кандидата делать все. Ну, вы верите, возможно, с второго круга? Я верю в возможность второго тура, у Бога чудес много, хотя понимаю, что вероятность этого чрезвычайно мала. Как, по-вашему, ведут компанию другие кандидаты? По-моему, достаточно милый был ролик Ивана Мельникова, который рекламировали, Дмитрий Ольшанский и Кашин давал в Твиттере. Такой 85-летний человек, который голосует за свое будущее, за будущее своих внуков и так далее. Ну, такой достаточно артистичный, по-моему, вариант. Ролик этого я не видел, к сожалению, да, я провел последние недели в Подмосковье с очень плохим интернетом, поэтому читать что-то я мог, а вот смотреть видео уже не очень. Ну, я спрошу вот о чем, отталкиваясь от разговора о поколенческой истории. Считается, что Юрий Сапрыкин один из изобретателей слова хипстер в России, вернее, человека, как бы, принесший на наши земли. Или, по крайней мере, человек, хорошо знакомый с аналогией хипстерства здесь. Ну, не то чтобы... Я бы не назвал себя каким-то изобретателем, да, просто в какой-то момент я обнаружил, что аудитория афиши, уже сформировавшаяся аудитория фестиваля пикник-афиши, вообще во всем мире называется этим словом. Ну, и странно, что оно пока не применяется у нас. Ну, и из этого весь феномен, пожалуй, возник. То есть, как бы, феномен был, а слова не было. Вот, правда, я как раз тоже хотел спросить, потому что вот эта городская молодежная среда, нет ли ощущения, что это какое-то, на самом деле, меньшинство, что это очень маленькая часть от молодежи? Почему я спросил, например, о, значит, Дегтяреве, которого многие обвиняют в гопничестве? Ну, может быть, большинство молодежи это как раз простые ребята, а хипстеры это такая вот маленькая прослоечка, и можно добавить больше, а может быть, это вообще уходящая натура, и хипстеры закончились? Хипстеры, безусловно, закончились в том визе, в котором они существовали 5 или 7 лет назад, но модная городская молодежь будет всегда, она будет, там, через какое-то время для нее будет придумано еще какое-то слово, там, в 50-е годы она называлась с телягами. Да, в 80-е неформалами, ну, будет называться еще как-то, это совершенно неважно, ну, есть феномен людей, которые, ну, вот, зачем-то интересуются всем остромодным и пытаются отличаться от других, этот феномен будет существовать всегда. И, безусловно, количество этих людей ничтожно мало по сравнению с основной массой населения, безусловно, при этом они значительно заметнее, чем основная масса населения, вызывают всеобщее раздражение, как бы, я думаю, ну, как бы со времен Древней Греции в этом смысле мало что изменилось. Но у меня нет... Тогда тоже были, да, свои хипстеры? Ну, да, но какие-то там алкивиады, вот эти ребята, с которыми Сократ... Сократ вел свои разговоры, да, и очень утонченные и какие-то выделяющиеся из толпы. С своими пестрыми прярками. Да, 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 вокруг которых тоже постоянно, даже в платоновских диалогах велся спор о пристойно ли это для благородного мужа, там, и так далее, и так далее. Так вот, у меня нет ощущения, что она не истончается, она как-то просто перетекает в другие места и по-другому начинает выглядеть или по-другому начинает себя вести. Это, ну, к избирательной кампании это совершенно не имеет никакого отношения, потому что у меня нет ощущения, что Навальный это хипстерский кандидат или это кандидат для каких-то особенных модников, а Дегтярев, вот, это потенциально кандидат для каких-то несметных молодежных орд из городских окраин. Отнюдь, это совершенно не так. Ну, понятно, что там образ Дегтярева чистособирательный, просто вопрос о том, кому апеллирует, как бы, протестный кандидат, например, да, и вот насколько широка эта среда, и, собственно говоря, как культурный феномен, существуют ли они? Или это, опять-таки, всеми нелюбимое меньшинство? Протестный кандидат, по-моему, на этих выборах как раз сделал над собой невероятные усилия, и он пытается достучаться до людей, с которыми он до этого, ну, как-то не особенно общался, не особенно разговаривал, то есть вот до бабушек на лавочке у подъезда буквально. Вот, и мне кажется, что, ну, как бы, если есть какая-то помеха в этом общении, в этой коммуникации, то это не марка рубашки Пола, которую он носит совершенно, и не его шутки в Твиттере, а это скорее, ну, как бы сказать, здесь есть какой-то конфликт на уровне интонации, возможно, да, вот есть какой-то конфликт между такой агрессией, напором и железобетонной прямотой оппозиционного кандидата, и, ну, вот этой солидностью, душевностью и, ну, вот такими, какими-то, такими брежневскими статями, к которым интуитивно тяготеет старшее поколение. То есть вот в этом общении, в этой коммуникации, если что-то мешает, ну, то есть его сильные стороны Навального превращаются немножко в его слабость, то есть вот его драйв и его напор, он начинает людей немножко как бы отталкивать, да, вот такой статуарный и неподвижный, великий немой Собянин, да, вдруг почему-то оказывается для них симпатичнее, несмотря на то, что он не произносит, ну, вчера впервые за всю свою избирательную кампанию произнес какие-то слова очень косноязычные на радио Эхо Москвы, да. Вопрос про от хипстеров, которые, значит, превращаются в что-то новое, хотя вопрос во что, да, видимо, это еще предстоит зафиксировать. Ну, это уже, пусть, сказать, фиксирует историки следующего поколения. Очень интересно, да, какая будет модная молодежь дальше. Вопрос о том, а закончилось ли протестное движение в его прежних форумах, потому что вы, Юрий, вели известные дебаты по выбору в комментизационный совет на телеканале «Дождь». Через вас проходили все эти кандидаты, левые правые и так далее, и, конечно, вам знакома история с Болотной, со всеми этими выходами на улицу. Вот этот КС, кажется, приказал долго жить. Что будет дальше с уличной активностью? Вот ваши впечатления, это все умерло или переродилось, или должно как-то реинкарнироваться? Я думаю, отчасти ответ на этот вопрос мы узнаем там 9-10 сентября. Отчасти он понятен и так. Ничего этого не умерло. Ну, того взрыва и того взлета, который происходил в декабре 2011 года, наверное, мы не увидим еще достаточно долго. Хотя, как знать. И у меня есть подозрение, что, ну, как бы отчасти и допуск Навального к выборам, и следующие выборы в Мосгордуму, ну, и то, как бы так сказать, достаточно формальное, декоративное, но все-таки включение оппозиции в процесс, ну, какой-то легальной выборной политики, да, все это, ну, как бы отчасти не даст развернуться этой волне, не даст ей дойти до тех же пределов и до тех же показателей, как в декабре 2011. При всем при этом мы видим, что... То есть включение соответствующих персонажей в гонку, на самом деле, снижает уличную активность. Да, ну, тут я вполне допускаю, что достаточно высокий результат Навального, при этом не приближающийся к 50%, ну, это некоторая вещь, которая, ну, страхует власть от возможности бунта. Ну, как бы, ну, вот, ребят, вы хотели своего кандидата, вот ваш кандидат, вот он получил там 25-30% чего вы хотите. Ну, вот, к сожалению, там не 50, не 70, ну, попробуйте как-нибудь в следующий раз. Ну, как бы против чего... Ну, может быть, и 7,9 даже, понимаете. Потому что, как правило, в ЦОМовские опросы совпадают впоследствии с тем, как вы считаете центральный избранник. Ну, мне кажется, если будет 7,9, то, ну, посмотрим, как это все будет проходить. Посмотрим, тут же дело не только в итоговых цифрах, а дело в каком-то, ну, как бы, общем ощущении, которое создается и наблюдателями, и членами УИКов, и людьми, которые просто присутствуют на выборах. Ну, как бы, на избирательных участках происходит совсем ад или не совсем ад. Это всегда очень видно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ